Доброго всем дня! Сегодня уже 2 октября. Планирую сегодня сделать много работы. Вот так выглядит уже после первых морозов крупнолистной гортензии. Буду удалять часть листьев, подготавливать их к зимовке. Это красавец пантеон. Еще немножечко декоративный вид имеет. Но в основном уже, конечно, все дождями побито. Вот это все надо будет убирать. Тоже листву, шапки. Это у нас были 22 сентября морозы. Побила листики. Частично буду убирать. Розочки еще цветут красиво. Также надо готовить к выкопке георгины. Мороз у нас был всего один, как я сказала, 22 сентября. И с тех пор теплые дни стояли с дождями. Корни еще качают воду, потому что там внизу и листва есть. И вот даже некоторые спасшиеся цветочки цветут. Копать пока рано. Нужно бы еще одного морозца дождаться, потому что клубни еще не спят. Это важный такой момент, чтобы морозы их стукнули. А тут много очень зелени. И также буду заниматься сегодня с пеларгониями. Пеларгоний у меня много. Вот здесь в кашпо вот эти буду все обрезать. А вот эти нужно вытаскивать из ящика, который на окне висел на зимнее хранение. Также у меня вот есть начеренкованные. Они все лето простояли в стаканчиках. 200 миллилитров и даже 100 миллилитров. Все это надо тоже обрезать, пересаживать больше горшочки, подписать сорта. Ну, в принципе, они у меня все пронумерованы. Стаканы, как вот, номера написаны. Сортность я знаю. Ну, вот надо приводить в порядок. Все вот эти вот черенки. Здесь вот тоже 100-200 граммовых. Работы много с пеларгонией. Королевскую вот надо приводить в порядок. Она очень облеплена белокрылкой. Но это каждый год так. Если на улице стоит, все будет улеплено. Лечить ее бесполезно, травить. Летает же белокрылка. Прошло 10 дней, снова садится. Обрабатывать уже буду химикатами в теплице. Вот здесь тоже у меня стоит недопроданная пеларгония. Это ее морозцем тронуло. Ничего страшного. Сейчас все буду под корень обрезать. Она уже рассортирована. Это я раньше сделала. Вот все. Вот это вот вносить надо будет в теплицу. Прежде я вношу в одну теплицу, делаю обработку. А потом уже на зимушку, в другую зимнюю. Ну, приступаю к обрезке. Эти сада мне черенковать не надо. Их у меня уже достаточное количество. Обрезать буду. Прямо под корень, коротко. Вот так вот. Остается несколько почек. Очень коротко обрезаю, чтобы не было лишних вот этих развилок. Вот в таком виде. Сейчас внесу в теплицу, где уже тепло в павильон. Нужно, чтобы они просохли. А то листвы уже нет. А он все еще с мокрым грунтом. О, вот листва видно. Вся облеплена была белокрылкой. Хорошо, что мороз помог. Ну, я вот так вот все отстригаю, вычищаю. И надеюсь, что не притащится она у меня на зимушку, белокрылка. Это вообще неистребимая гадина. Обрезала уже растение пеларгоний. Почистила и взрыхлила в горшочках землю. И вот сейчас буду грузить на тележку. Отвезу в павильон, в теплицу. Нагрузила тачку двухколесную. Везти на двухколесной очень легко. Раньше я на одном колесе возила. А сейчас вот прям хоть одной рукой можно везти. И вообще веса не чувствуется. Облегчаем себе работу как только возможно. Приехала к теплице. Сейчас покажу, куда буду ставить. Вот сюда на стеллажи. Тут я уже внесла и подготовила к зимовке горшки. А с горпензией тут и другие. Пеларгония еще не обрезала. Но сейчас этим займусь. Вот бегония тут у меня оставшаяся. Фукси. Что-то в этом году были неудачные. Черенковать буду по новой. Ну и другие ампельные растения на зимовку, которые у меня будут. Также я внесла сюда альстромерию. Вот тут она у меня стоит пересаженная. Ролик был у меня на эту тему. И новые растения, которые я купила совсем недавно. И они пока укореняются. Тут и гортензии, шалфеи, пузыреплодники и коллекция отчитков. Ролик у меня тоже был на эту тему. Ну, буду сейчас вносить. Вот тут у меня тележка стоит около входа. Это я заготовила грунт для пересадки пионов. Это следующее у меня дело будет. И буду вам, конечно, показывать все. Ну что ж, буду вносить. Временно пеларгонии постоят здесь. Как я уже говорила, 2 октября. У нас на улице жара, можно сказать, 20 градусов. На солнце так совсем хорошо. Ну и как бы рано вносить еще в зимнюю теплицу. Это карантинное такое временное пребывание. Вчера опрыскивание проводила всех растений. На листочках вон еще что-то такое видно. Ну и еще разок потом обработаю. До самых морозов. Я думаю, что весь октябрь тут у меня эти растения простоят. Морозы им первые будут не страшны. А с насекомыми я как бы поборюсь еще здесь. Если они появятся. Пока я не наблюдаю. Вчера тоже занималась. Вот чистила. Вот здесь на полянке все сорняки обрабатывала. Вот эти мобильные грядки почистила. И закрыла. Пенопластовые витки грядочки. Вот в них тоже все прекрасно растет. Чтобы не сдувало, кирпичики приложила. Вот еще рукола какая шикарная. Рву листочки руколы. Здесь же у меня растет. Ну первый год, правда, вот я их посадила. На будущий год жду урожая. Это ежевика. Покупала я ее ровно год назад. Осенью прошлого года. Вот. Ну, были такие маленькие хлыстики. А сейчас вот за это лето хорошо тут разрослись. Надеюсь, что будет урожай на будущий год. Ну, также занимаюсь уборкой, расстановкой растений. Тут вот уже обрезку произвела. Расставила все. Вот эту грядку решила засыпать землей. Здесь будут доращиваться гейхеры. В такую жару и в горшках очень плохо. Особенно горшочки маленькие. Буду подращивать их в грунте. Вот. Ну, поскольку у меня здесь нет такого, чтобы копать грунт. Здесь насыпная земля. Вот. И буду делать высокие грядочки. Вот очень здесь хорошо. Так. А читки тут обрезала большинство. Немножко осталось. Флоксы. Вот. И занимаюсь по-прежнему грунтами. Вот здесь грунтами я занимаюсь. Из горшков. Вот тут у меня пустые горшки. Выкладываю, просеиваю землю. Потом привожу на тележке землю грунтовую такую привозную. Купила машину. И составляю здесь почву. Чтобы в дальнейшем сажать о многолетнике. Я уже вот заготовила. Вот у меня тут сколько мешков. Шесть мешков по 250 литров. Вот таким вот составным субстратом. Ну, здесь корешки я просеиваю. Получается вообще очень хорошее качество земля. Разбавляю тяжелой. И сажаю в такую. Ну, что ж. Работы много. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова